В ближайшие 10 лет поднять винодельческую отрасль автономии будет очень сложно. Но для того, чтобы минимизировать те потери, которые они несут, а то, что они понесут огромные потери, сомнений не должно быть. Если кто-то думает, что 25% то, что мы отправляем в Россию, это небольшая потеря, не ошибается. Потому что мы отправляем и Казахстан, мы отправляем и Белоруссию. И меры будут приняты адекватные, что в страны СНГ практически не попадет наше вино. Куда его девать? Когда я слышу, что организуют кампанию «Выпьем сами свое вино», это мне напоминает Воронина, который говорил «Выльем в Днестр вино». Как это? Труд людей выльем в Днестр. Ну выпьешь ты бутылку, ну выпьешь 10 бутылок, 20. Молдова и так потребляет больше всех в Европе спиртных напитков на душу населения. Рекорд мы поставили. Кто за него будет платить? Выпить? Выпей. Кто за него будет платить? Откуда возьмет деньги? Это сейчас минимум, по самым скромным подсчетам, 500-700 человек очередное сокращение винодельческой отрасли будет. Виноградники, мы закладывали новые виноградники, перспективные сорта винограда. Заложили технические сорта, заложили столовые сорта. Куда мы его будем девать? Что, Запад ждет столовые сорта Гагаузии? Румыния ничего не возьмет. У Румынии у самой там море проблем. Они там за 4 года 20 миллиардов проели, и Румыния ждет судьба Греции. Они нам будут помогать. Они 100 миллионов там обещали. Хоть один доллар пришел, оперативно, с управлением промышленности. Пригласите виноделов. Подготовьте ходатайство, с которым я поеду в Москву. Буду встречаться, если надо, и с Онищенко, и с депутатами Госдумы. Буду убеждать наших друзей-губернаторов из региона. Мы готовы, чтобы на территории автономии открыт центр сертификации, аккредитованный в Роспотребнадзоре. Мы готовы открыть его. На базе Чедерлунской центра стандартизации, там великолепные условия созданы. Любое оборудование, которое нам скажут, мы его готовы сами закупить. Мы готовы принять все оборудование, которое захочет российская сторона поставить, пожалуйста, пусть поставит. Пусть проверяет весь процесс, начиная от закладки новых виноградников, обрезка, подвязка, уборка урожая, изготовление вина. Весь процесс, мы готовы, мы открыты. Пожалуйста, проверяйте. Мы готовы к сотрудничеству. Создадим самые идеальные условия. Прямой контроль, любое удобное для них время, все предприятия Гагаузи будут готовы к контролю. В любой момент. Но нам надо эту проблему решить. Вот этот ура-патриотизм, попытка манипулирования людьми, кто поехал в Россию и попросил запретить доступ к молдавских вин. Никто туда не ездил. Это отвлечение внимания населения. Это политические игры, это манипуляция населением. А задача стоит решить вопрос таким образом, чтобы виноделы в спокойной обстановке работали. А потом рабочие места, инвестиции. Кто придет сюда инвестировать? Виноградники. Мы приняли программу развития виноградовства. У нас есть, конечно, где-то три компании Гагаузи, готовые диверсифицировать свои рынки и отправлять в Европейский Союз. Но это маленькие партии. Продолжение следует...